Украина чтит память героев небесной сотни. Три года назад в эти дни на Майдане незалежности в Киеве произошли самые трагические события революции достоинства. Подводить ее итоги еще рано, так как начатые ею процессы продолжаются, отметил президент Петр Порошенко. Глава государства уверен в их оптимистичном завершении. А чтобы напоминать следующим поколениям о событиях на Майдане и о цене завоеванной свободы, создадут мемориальный комплекс героев небесной сотни. Это вопрос государственного значения, подчеркнул президент. Проект мемориала выберут на международном конкурсе, для его поддержки создадут специальный фонд. Думаю, в ближайшее время должен быть создан фонд, который поддержал бы каждый этап нашего общего. Хотел бы, чтобы это был действительно всенародный проект мемориала. Выступаю не только инициатором, но и первым донором такого фонда, чтобы помочь ему не только добрым словом, но и деньгами. Надеюсь, мой пример найдет последователей. Призываю всех, кому дорога память о подвиге небесной сотни, приобщиться к этому делу. Один украинский военный погиб вчера в зоне АТО. Ещё четверо получили ранения, сообщают в штабе. Три часа длился обстрел Крымского. Бандформирование выпустили по позициям сил АТО свыше 70 мин. Периодический режим тишины на Луганском направлении боевики нарушали в Попаснянском районе и Лобачёво. Сохраняется активность противника на Приморском участке возле Мариуполя. Эпицентром боёв там остаются Водяное и Широкино. Наемники применяют стрелковое оружие, миномёты и вооружение бронетехники. По Новотроицкому стрелял снайпер. На Донецком направлении боевики открывали огонь в районе Новолуганского, Зайцево, Верхнеторецкого, Новоселовки-Второй и Каменки. Применяют миномёты и стрелковое оружие. Больше всех опять досталось Авдеевке. Её оккупанты обстреливали 9 часов. В Авдеевке вражеские обстрелы позиций сил АТО продолжались непрерывно с 15 часов до полуночи. В течение этих 9 часов боевики провели ряд массированных артиллерийско-миномётных обстрелов Авдеевской промзоны, а также более 10 раз открывали огонь из танков. В очередной раз под огонь дальнобойной артиллерии врага попали жилые районы города. Один частный дом был полностью уничтожен в результате пожара, возникшего после попадания снаряда. Ещё 8 домов были повреждены. Десятки фур с гуманитарной помощью продолжают прибывать в Авдеевку, пострадавшую от разрушительных обстрелов боевиков. Тонны грузов для мирных жителей на линии огня собирали всей Украиной. Это стройматериалы, продукты, тёплые вещи, предметы быта. В пакетах находятся продуктовые наборы. В основном это крупы, сахар, там ещё есть какие-то свечки. Ну, первые такие бытовые необходимые, но в основном это продукты. Эта помощь собиралась волонтёрами, помогали все области Украины. Таким образом мы по всем улицам проезжаем, предлагаем и выдаём наборы всем людям, которые здесь есть. Отдавали помощь явно, что от населения собранное. Большая благодарность им за то, что они волнуются. Ну, живём как можно. Ситуация в Авдеевке обострялась с каждым днём. Спасатели были готовы эвакуировать 12 тысяч человек. Однако покинули родной город всего около 300 авдеевчан. Половина из них были дети. Сейчас многие уже возвращаются домой. Начали работать местные школы и детские сады. Когда ситуация в городе стабилизировалась и стало понятно, что можно вернуться, часть людей захотела это сделать. Сегодня мы сопровождали их от Светогорска в Авдеевку. Сейчас приехало два автобуса, 22 человека. Жизнь возле линии фронта под постоянными обстрелами отражается на здоровье. Благодаря местному гражданско-военному сотрудничеству в ССУ, десятки детей и взрослых смогли обследоваться и получить лечение в областной больнице Днепра. У нас сыпь, ну как говорят, атопический дерматит. Непонятно, или это с нервом связано, или с сну. В общем, будем обследоваться. А у нас нет таких ручей. Суть программы заключается в том, что дети из зоны соприкосновения, приоритет дети и взрослые получают плановую медицинскую помощь в особо сложных случаях. Консультация специалистов высокого уровня, проведение хирургических операций. Помощь, которую на сегодняшний день трудно оказать в зоне столкновения. Ситуация в Авдеевке обострилась 29 января. Тогда пророссийские боевики начали наступление на позиции сил АТО в Авдеевской промзоне. За неделю погибли 11 украинских военных и трое мирных жителей. А город из-за массированных обстрелов на несколько дней остался без электричества, воды и тепла при 20-ти градусном морозе. Сейчас в Авдеевке спокойнее, хотя обстрелы продолжаются. По данным полиции Донецкой области, минувшей ночью снаряды боевиков разрушили 9 частных домов. К счастью, в этот раз мирные жители не пострадали. Юлия Крючкова, UATV. 200 тысяч евро для жителей Авдеевки выделил фонд «Папа для Украины». Об этом сообщил апостольский нунц и архиепископ Клаудио Гуджиротти. Он посетил пострадавший от массированных обстрелов боевиками город в рамках визита на Донбасс. Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить поддержку мирным жителям и передать им благословения от Папы Римского Франциска. Акцию поддержки жителям Украины, пострадавшим от российской агрессии, Папа Римский объявил в прошлом году. По всей Европе были собраны тогда 16 миллионов евро. Папа Франциск лично пожертвовал 5 миллионов на поддержку украинцев. ОБСЕ должна взять под контроль судебный процесс над Николаем Семеной. Об этом говорится в письменном обращении постоянного представительства США при ОБСЕ к руководителям специальной мониторинговой миссии, а также структурам ОБСЕ по правам человека и свободе слова. В письме напоминают, что Николая Семену арестовали за подрыв целостности России в СМИ, за что ему грозит пять лет лишения свободы. И подчеркивается, что обвинения в его адрес выдвинули российские оккупационные власти. Слушания по делу Николая Семены начнутся 28 февраля в суде Симферополя. Установку БУК, из которой был сбит самолет рейса MH17, перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский. Об этом говорится в докладе международной группы расследователей «Беллинкэт». По их информации, Дубинского называли командиром разведки так называемой ДНР. Его псевдоним «Хмурый». Эксперты «Беллинкэт» изучили фотографии российских военных в соцсетях и пришли к выводу, что БУК могли транспортировать военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. Напомню, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами были граждане 10 стран, большинство из Нидерландов. Защита беглого президента Януковича должна ознакомиться с материалами дела о госизмене до 5 марта. Такое решение принял Печерский суд, сообщил судья Владимир Корбань. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство главной военной прокуратуры ограничить срок ознакомления с делом. Там считают, что адвокаты Януковича сознательно затягивают время. Ранее они просили месяц для изучения документов. Генпрокуратура Украины планирует начать рассматривать в суде обвинения экс-президента в госизмене в марте. Субтитры создавал DimaTorzok